МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завершился крупный общероссийский форум по актуальным вопросам развития сферы социального обслуживания. Подробности визита рязанской делегации смотрите в сегодняшнем выпуске. Поддержать народные промыслы. Городскому клубу резьбы по дереву необходима помощь для ремонта здания. Погода неблагоприятна. Сильный ветер продержится, еще пару дней возможен снегопад. Но теперь во всем подробнее. В прошлую пятницу в Ярославле состоялся Всероссийский форум социальных работников. На дискуссионных площадках поднимались наиболее актуальные вопросы. Это дефицит кадров, увеличение оплаты труда работников в соцобслуживании, а также повышение качества их работы. В работе форума приняла участие и представительная рязанская делегация. На Всероссийском форуме социальных работников представители Рязанской области участвовали в обсуждении ряда вопросов на различных дискуссионных площадках. Так, представитель областной думы Аркадий Фомин в своем выступлении отметил, что в регионе, несмотря на кризис, сохранены приоритетные социальные программы, направленные на поддержку материнства и детства и, соответственно, положительно скажутся на демографической ситуации. Сейчас в регионе рассматривается поправка в областной закон о предоставлении бесплатных социальных услуг не только детям, но и родителям в малообеспеченных семьях. Обсуждались на форуме и проблемы с обслуживанием населения в сельской местности. Начальник Шиловского района отдела управления соцзащиты Вера Матросова поделилась опытом работы так называемого бригадного метода. Тогда помогать пожилому человеку приходят более молодые и здоровые односельчане. Доставки продуктов, кроме доставки предметов первой необходимости, они привозят специалистов, которые необходимы тем или иным гражданам. Например, это может быть и психолог, это может быть и юрист, и специалисты каких-то других служб. За счет того, что сократилась численность социальных работников, естественно, конечно, освободились, как бы так, сэкономились денежные средства. И уже руководитель имел возможность эти средства перераспределить и направить на другие направления работы. Наталья Епихина на посту директора Рязанского геронтологического центра имени Мальшина ежедневно занимается вопросами поддержки пожилых горожан и людей с ограниченными возможностями. Она уверена, что сейчас необходимо развивать систему группы дневного пребывания для детей с инвалидностью, причем не только раннего возраста, но и для подростков. Семьи с инвалидностью, например, у них всегда возникает проблема, что родитель стареет, и куда потом попадают их дети. То есть обычно попадают дома-интернаты, и, к сожалению, домашние дети не переживаются в домах-интернатах. Поэтому сейчас рассматривается много новых технологий, в том числе и сопровождающих проживание, где отдельные квартиры, они живут в домашних условиях, но есть услуги социальные, социальные работники работают, которые присматривают за ними, есть досуговые мероприятия, есть обслуживание дома социальными работниками. Завершился масштабный форум выступлением премьер-министра России Дмитрия Медведева. Глава правительства отметил, что за последние годы наметились реальные перемены в социальной сфере. По словам Медведева, грамотное расходование ресурсов, построение системы адресной поддержки помогло увеличить рождаемость и снизить смертность. Поддержка требуется сейчас и городскому клубу резьбы по дереву. Не так давно в некоторых средствах массовой информации появились известия о приостановке работы выставки рязанских мастеров из одной детского кружка резьбы. Здание сейчас требует капитального ремонта, а занятия пока не проводятся. Александр Васильевич Зимин основал клуб резьбы по дереву более 20 лет назад. Поначалу мастерская располагалась в деревянном доме на улице Урицкого, а в 1997 году Александр Васильевич получил под проведение уроков дом по улице Новослободской. Из тех самых пор здесь ребята под руководством своего наставника обучаются азам деревянного зодчества. Обычно в группе собирается около 15 человек, и что немаловажно, занимаются дети совершенно бесплатно. Кстати, помимо школы, мастерская уже давно превратилась в настоящий музей. На стенах висит коллекция масок шаржей знаменитостей, которая, по словам Александра Васильевича, насчитывает больше трех сотен штук. Вот в частности Куклачев, Попов, Олег Попов, Хазанов, Никита Михалков. Кстати, прийти и посмотреть на работы рязанского резчика и его учеников можно абсолютно бесплатно. Однако некоторое время назад над городским клубом резьбы по дереву нависла угроза. Была комиссия, созданная, конечно, гордумой, которая пришла, все это дело, обследовали этот дом на предмет его, будем говорить, прочности и безопасности. Значит, я считаю, что, да, действительно, дом требует капитального ремонта на некоторых участках этого дома. Вот, администрация идет навстречу, она предлагает мне новое, любое другое помещение. Ну, в смысле, разговор такой был, предложения были такие конкретного, не было сказано, где, что. Но, тем не менее, они ищут и найдут, если необходимо. Но мы хотели бы остаться в этом доме, здесь мы давно, давно-давно и привыкли, нас люди знают. Капитальный ремонт столетнего дома, как считает руководитель клуба, действительно нужен. Необходимо заделать трещину на фасаде, поменять крышу и заново провести электропроводку. Сейчас занятия по резьбе временно приостановлены. Тоже сделали предложение такое, что мы своими силами попытаемся отремонтировать этот дом. И, естественно, потом, сейчас пока приостановлено обучение детишек. Ну, такое предложение мне поступило, что я всех оповестил, всех, кто, ребята, ходили сюда на занятия, они поняли ситуацию. Так что, ну, вот, как только мы сделаем, отремонтируем это все, опять будет комиссия. И я думаю, что все будет нормально, и мы будем жить и радовать и себе, и людей. Средств на ремонт, конечно, не так много. Однако, спасти клуб просто необходимо, ведь резьба по дереву – это как сохранение традиций народного зодчества, так и передача навыков и приемов мастерства молодому поколению. Да и к тому же, выставку музея деревянных фигурок ежегодно посещают множество горожан. Помимо этого, резная мастерская Александра Зимина запросто может стать центром привлечения в том числе и туристов. В общем, причин для функционирования городского клуба резьбы по дереву значительно больше, чем для его простоя. А теперь кооперативная информация. К сожалению, по-прежнему в Рязани находятся люди, которые свою собственную квартиру превращают в место для преступной деятельности и извлечения незаконного дохода. Очередной наркопритон обнаружили правоохранители в жилом доме в Горроще. Сотрудники уголовного розыска закрыли очередной наркопритон. Организовала его 35-летняя Рязанка. В полицию обратились два жителя улицы Черновицкой. Рязанцы были обеспокоены тем, что во двор одного из домов зачастили подозрительные гости. По словам бдительных граждан, в дом стали захаживать неопрятные люди разного возраста. Покидая подъезд, они уже покачивались, будто пьяные. В нашем подъезде происходят следующие вещи. К нам в дневное, в ночное время, причем неважно в какое, в дневное или в ночное, приходит группа людей. Скажем так, без определенного какого-то возрастного диапазона я бы не выделила здесь какую-то группу молодые. Это люди или пожилые. Это и мужчины, и женщины, группами и по одному. Они нам элементарно не дают отдыхать. Это, значит, крики в окна по поводу соседки наверху. Это кидание в окна каких-либо предметов, в том числе у меня на окне до сих пор висит кусок грязи. Оперативники уголовного розыска проверили эти сведения и выяснили, что в одной из квартир в пятиэтажке организован настоящий притон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 35-летнюю хозяйку квартиры, которая организовала у себя дома наркопритон. Сотрудники полиции обнаружили в квартире прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков и предметы со следами наркотических средств. В отношении наркопреступницы возбуждено уголовное дело. А вот рязанские дорожные полицейские продолжают задерживать автомобилистов, которые дурманят свое сознание незапрещенными психотропными средствами, а вполне законными и широко известными многим горожанам спиртными напитками. А вот то, что езда в пьяном виде опасна для здоровья и жизни участников дорожного движения, похоже, таких горе-автомобилистов не пугает. Помимо этого, госавтоинспекторы сообщают подробности серьезных автоварей, которые произошли накануне на трассах Рязани и области. Сегодня утром в Михайловском районе на 220-м километре федеральной автодороги Москва-Астрахань произошло столкновение с «Жигулей» 14-й модели под управлением 25-летнего жителя Тамбовской области и автомобиля «Грейт Волла» под управлением 47-летнего жителя Скопинского района Рязанской области. По предварительным данным, водитель «Жигулей», следуя в направлении города Тамбова, не справился с управлением, допустил выезд автомобиля на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой. В результате происшествия травмы получили оба водителя, а также пассажир автомобиля «Грейт Волл». Авария, унесшая человеческую жизнь, произошла 29 марта. В 22.00 на улице Интернациональная 42-летний житель областного центра, управляя автомобилем BMW X5, совершил наездом настоящий справа по ходу движения у края проезжей части грузовой автомобиль «Рено Премиум». В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирован в областную клиническую больницу. Его пассажир, находившийся в момент происшествия на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Второй пассажир в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение ОКБ. Личность пассажиров BMW пока не установлена. Возраст погибшего на вид 30 лет, худощавого телосложения, рост примерно 170 сантиметров, был одет в синюю майку, черные джинсы, черную кокужиную короткую куртку. Второй пассажир, который сейчас находится в тяжелом состоянии, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 190-200 сантиметров, был одет в куртку темного цвета. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о личности данных лиц, позвонить в дежурную часть отдельного батальона ДПСГБДД по телефону 46 30 40 либо 46 30 41. В прошедшие выходные рязанские госавтоинспекторы вновь проводили рейд «Нетрезвый водитель», в результате которого на этот раз было выявлено 6 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Еще семеро отказались от требований сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования. А всего за прошедшую неделю выявлено 113 нетрезвых водителей. Не останавливает любителей пьяной езды ни штраф в 30 тысяч рублей, ни лишение прав на два года. И что печальнее всего, человеческие жизни, которые ставятся под угрозу безответственными автолюбителями. Так, с начала года на дорогах области совершено 123 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате которых 5 человек погибли и 45, в том числе пятеро детей, получили травмы. А 27 марта в ходе рейда по нетрезвым водителям госавтоинспекторы, помимо любителей злоупотребить за рулем, задержали несовершеннолетнего подростка, управляющего автомобилем «Ниссан Тирана». Подросток и его пассажир попытались скрыться, однако были задержаны инспекторами госавтоинспекции. Оказалось, что автомобилем, принадлежащим 59-летнему местному жителю, управлял его 16-летний сын. Подросток пояснил, что знает, где находятся документы и ключи от автомобиля, и отец неоднократно доверял и разрешал ему управлять данным транспортным средством. В 2014 году по вине несовершеннолетних водителей было совершено 71 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 85 получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой ни в коем случае не доверять, не разрешать своим детям, не имеющим права управления транспортными средствами, управления автомобилями, а также мототранспортом. Кстати, еще дорожные инспекторы призывают водителей в связи со сложными погодными условиями быть предельно внимательными и осторожными, чтобы избежать попадания в аварийно опасной ситуации. Ну а что касается погоды, то сегодня по всей области продолжились, как говорят синоптики, неблагоприятные метеоявления. Сильный ветер, местами его порыва будут достигать около 20 метров в секунду, продержится еще как минимум пару дней. На дорогах, возможно, гололедится, а местами так вообще метель. Каков прогноз на эту неделю, расскажет Наталья Новикова. Существует поговорка о мартовской погоде. Пришел марток, надевай семь портоком. Так что этот месяц во все времена был со сложным характером. И неудивительно, что на смену очень теплой погоде середины марта пришла погода ненастная и ветреная. Высокий и мощный антициклон, на западной периферии которого находилась территория Рязанской области, и на которой отмечались сильные ветра и до сих пор еще отмечаются, медленно уходит на Урал. А запада, также на территорию области, подходит североатлантический циклон и характерные ему атмосферные фронты. 1-2 апреля сохранится ветреная погода с порывами до 15-20 метров в секунду. 3 апреля ветер уже ослабнет. Ожидается преимущественно облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Температурный фон ночью минус 3, плюс 2 градусов, днем плюс 2, плюс 7. Ближе к выходным температура воздуха дневная на 24 градуса повысится. Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, погода вполне соответствует климатической норме. А то, что апрель уже наступил на пятки первому весеннему месяцу, явно означает, что тепло и солнце не за горами. А весеннее настроение пора готовить уже сейчас. И на этом наш сегодняшний выпуск новостей подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет известный российский экономист, заведующий кафедрой финансового университета при правительстве России Рустем Нуреев. Профессор известен своими публикациями по развитию реального сектора экономики. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова